Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» в студии ведущая Полина Митрофанова. По словам преподобного Макария Великого, кто что любит и чем бывает связан в этом веке, на то без сомнений обменивает Царство Небесное, а что всего хуже, то признает Богом. Христианина в настоящее время везде окружает множество соблазнов, поэтому в условиях окружающей греховной распущенности нравов и развращения необходима напряженная духовная трезвенность и подвиг, чтобы сохранить себя в чистоте и целомудрии и избежать пороков новоязычников. «Не будьте сообщниками их», — увещевает апостол, «остерегайтесь всякой поблажки грехолюбивой плоти, избегайте нечистоты, поступайте как чадо света, соблюдая себя в чистоте и целомудрии». «Христианская добродетель и целомудрия и чистоты» посвящена книга, которую мы сегодня предлагаем вашему вниманию. Книга под названием «Христианская добродетель и целомудрия и чистоты» по учению святых отцов и подвижников Православной Церкви вышла в свет в издательстве «Общество памяти игуменей Таисии». Ее автор — Гермоген Иванович Шиманский, одаренный богослов, написавший выдающиеся труды по литургическому и нравственному богословию. Родился он в 1915 году в Одесской области в семье железнодорожного служащего. В двухлетнем возрасте, лишившись отца, воспитывался своей благочестивой и добродетельной матерью Анастасией Григорьевной, особенно стремившейся насадить в чистом сердце мальчика высокую добродетель любви к Богу и ближним, ставшую впоследствии основой его жизни. Даже скупые строки официальных документов говорят о том, что Гермоген Шиманский обладал незаурядными способностями, но на стезию богословия он вышел не сразу, что вполне объясняется обстоятельствами жизни тех лет. До поступления в 1945 году в Богословский институт в Москве Шиманский проделал путь обыкновенного советского человека. После окончания средней школы он поступил в техникум механизации в городе Ананьеве, успешно окончив который поступил в Харьковский машиностроительный институт. Этот институт Шиманский окончил с отличием. В 1939 году и был оставлен аспирантом и научным сотрудником на кафедре тракторостроения. За два года пребывания в аспирантуре Гермоген Иванович сдал почти весь кандидатский минимум, в который входил и ряд гуманитарных предметов, таких как философия, диамат, эстмат, английские и немецкие языки. В связи с началом Великой Отечественной войны работа в институте была прервана. В июле 1941 года в числе других аспирантов Шиманский был откомандирован на временную работу на Харьковский завод имени Коминтерна. Осенью 1941 года вместе с заводом переехал в Нижний Тагил, где работал инженером-конструктором. Его однокурсники по Московской духовной академии вспоминают, что Шиманский был причастен к разработке проекта легендарного танка Т-34. В начале 1943 года талантливого инженера из Нижнего Тагила перевели в подмосковные мытищи. Молодой инженер, с отличием окончивший не только престижный технический вуз, но и аспирантуру, и имевший, конечно, все возможности для жизни нормального советского человека, тем не менее стремился к другому. В 1945 году Гермоген Шиманский поступил на первый курс Богословского института. В автобиографии перед поступлением в институт Шиманский писал, С раннего детства приучала нас мать неотменно ходить в храм к праздничному и воскресному богослужению. Частое пребывание с юности в храме и особенно в алтаре при богослужении еще тогда заронило в душе любовь к богослужению Православной Церкви, его красоте великой, духовной, преобразующей и укрепляющей силы на верующих и молящихся, заронило стремление быть служителем алтаря. Шли годы учебы, работы. Это стремление не заглохло, но более окрепло, несмотря на все превратности жизни. И сейчас, осознавая все свое недостоинство, решаюсь вступить на этот путь служения Богу и людям в одном уповании на помощь и укрепление благодати Божьей, силу свою в нашей немощи совершающей. Также в своем прошении о зачислении он писал, «Имея только высшее гражданское образование, знания в области духовных наук получил путем самостоятельного чтения и изучения святоотеческих писаний, духовно-назидательной и богословской литературы. Надеюсь, что с помощью Божьей, при всем моем горячем стремлении и желании учиться, если и имеются какие пробелы в подготовке для слушания курса института, они будут в первые же месяцы учебы мною ликвидированы». Богословский институт Шиманский окончил в 1951 году со степенью кандидата богословия. Темой своего кандидатского сочинения он выбрал учение о спасении по богослужебным книгам. Написанное под руководством профессора протерея Сергея Васильевича Савинского, эта работа была удостоена ученым Советом Академии высокой оценки. Впоследствии Гермоген Иванович написал ряд обширных богословских трудов, раскрывающих как общие закономерности духовной жизни, так и различные ее аспекты, в том числе изучающие сути и происхождение основных греховных страстей. А эта книга представляет собой результат глубокого и всестороннего изучения темы нравственной и телесной чистоты человека на основе священного писания и святоотеческого наследия. Уникальность данного произведения заключается в том, что автор впервые создает целостное, подлинно научное, приведенное встроенную систему учения о целомудрии, как условии сохранения личности и спасения души. В книге «Большое внимание» уделено значению христианского брака и воспитанию детей в духе православной веры и благочестия. Раскрывая учения церкви о браке, автор обобщает бесценный опыт христианского воспитания на примерах из жизни святых угодников и из русской истории. Шаманский уделяет особое внимание проблемам семьи, дает практические советы нравственного воспитания детей, развитие в них любви к ближним, скромности, трудолюбия и честности, а также многим другим аспектам христианской жизни в наше полное соблазнов время на фоне захватывающего дух неверия и зыбкости духовно-нравственных ориентиров. Книга «Христианская добродетель, целомудрия и чистоты» — это составная часть большого труда Гермогена Ивановича Шиманского под названием «Учение святых отцов и подвижников церкви о главных страстях и борьбе с ними и о главнейших христианских добродетелях — любви, смирении, кротости, терпении, воздержании и целомудрии. Над написанием этого труда автор работал, вероятно, в течение долгого времени до конца своей жизни. При этом рукопись производит впечатление незавершенной. Но все же основная часть этих трудов доступна для наших современников, и, в частности, эта книга. Благодаря актуальности темы, ясности слога и доступности изложения, она может быть востребована широким кругом читателей. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Читайте мудрые и душеполезные книги, они ждут вас в церковных книжных лавках. И да хранит вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok